Первую партию новой вакцины «Спутник Лайт» доставили в регион из Москвы в начале недели. Округ получил 1264 дозы нового препарата. Ближайшими авиарейсами вакцину развезут в райцентры и другие населенные пункты Чукотки. Между тем, в регионе отмечается рост заболеваемости, новые коронавирусные инфекции, особенно в Анадырском и Билибинском районах. В этих муниципалитетах зарегистрировано больше всего подтвержденных случаев заболеваемости COVID-19 за последнее время. «Лайт» значит облегчённое. В отличие от полной двухфазной вакцины «Спутник Ви», разработанной в центре имени Гамалея, лёгкий вариант содержит только ту часть препарата, которая построена на аденовирусе 26 типа. То есть для выработки иммунитета коронавирусной инфекции достаточно одной прививки. Это существенно облегчает вакцинацию. Не нужно выжидать 21 день, чтобы повторно идти в прививочный пункт. «Спутник Лайт» им можно так как вакцинироваться и также можно повторную вакцинацию получить. И скорее всего мы будем использовать для повторной вакцинации, у кого уже срок подходит в течение полугода, они вакцинировались. И если будут экстренные ситуации, люди выезжают в отпуска, на лечение, их тоже естественно будем вакцинировать. Но если человек изъявит свое желание вакцинироваться «Спутником Лайт», мы его будем прививать. «Спутник Лайт» рекомендован гражданам от 18 до 60 лет. По словам специалистов, при использовании новой вакцины иммунитет начнет формироваться через неделю и дойдет до максимальных показателей через 3-4 недели после вакцинации. Сейчас в больницах Чукотки доступны двухкомпонентные препараты «Спутник Ви» и «Ковивак». Запасы вакцины регулярно обновляются. Первую партию препарата «Спутник Лайт» доставили в регион из Москвы в начале недели. Округ получил 1264 дозы новой вакцины. По 100 доз ближайшими авиарейсами отправят в райцентры. 50 доз получит больница поселка Угольные копии. Ежедневно посылки с вакциной для каждого населенного пункта Чукотки формируются на складе окружной больницы. Самое главное – это соблюдение температурного режима. Поэтому препараты перевозят в отдельных контейнерах с хладосодержащими материалами. Мы стараемся отправлять санрейсами. И если санрейсов не бывает, под рейс вывозим. Вот сегодня утром у нас самолет улетает, утром мы его везли, отправили. И сразу предупреждаем, чтобы они уже на готове были принять эти вакцины. А вообще часто у нас сейчас формируются какие-то? Очень часто. Мы же постоянно получаем и постоянно отправляем. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в России ухудшается. Чукотка в этом плане не является исключением. Сейчас в регионе отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекции. Лидерами являются Анадырские и Билибинские районы. В этих муниципалитетах зарегистрировано больше всего подтвержденных случаев заболеваемости COVID-19 за последнее время. Спокойная обстановка пока сохраняется в Чукотском районе. Подъем заболеваемости начался с 24 недели, это с середины июня. И постепенно она начала увеличиваться с 9-17 случаев до 110 случаев за прошедшие 29 недели. Из которых более половины случаев это заболеваемость среди населения Билибинского района. Среди возрастных групп у нас преобладает взрослое население. Возрастные группы 30-49 лет, 50-65 лет, ну и также более молодой возраст 18-30 лет. Соответственно, также регистрируется заболеваемость среди детей, но она незначительная. И в основном протекает по данным наших медицинских работников в легкой степени. Около двух недель из-за коронавируса закрывались на карантин детские сады в двух районных центрах – Билибина и Проведение. Сейчас они вновь приступили к работе. До 2 августа включительно закрыт еще один детский сад «Аленушка» в городе Атомщиков, а также летняя оздоровительная площадка и детский сад в селе Кипервее. Между тем в аэропортах Анадря, Билибина и Певека ввели обязательное экспресс-тестирование на COVID-19 для прилетающих из-за пределов округа пассажиров. С ними работают сотрудники Чукотской окружной больницы. Раньше экспресс-тестирование проводили только транзитным пассажирам, которые летели дальше в другие населенные пункты региона. Теперь это касается всех, кто еще не получил вакцину. По данным оперативного штаба по контролю пандемии коронавируса, на Чукотке установлен самый высокий показатель вакцинации среди всех регионов России. В округе первым компонентом привито 85% взрослого населения от планового показателя. Полностью завершили вакцинацию 75% жителей. Сегодня в регионе можно привиться без ожидания в медицинских учреждениях. Также в Анадоре работают два мобильных пункта вакцинации, один передвижной. Вакцина трех видов имеется в свободном доступе и достаточном количестве. Анастасия Матросова, Арсений Гусев, Вести Чукотка.